Всем добрый день! Мы продолжаем наше знакомство с хираганой. Сегодня мы познакомимся с рядом на МА. МА-МИ-МУ-МЕ-МО. Чем дольше вы смотрите наши ролики, чем дальше вы проходите в освоении хираганы, тем понятнее вам становится этот алгоритм запоминания знаков, который я вам предложила в начале нашего изучения. Этот кадр есть, вы можете к нему всегда вернуться, повторить, но еще раз напоминать вам я не вижу смысла. И мы переходим непосредственно к первой букве. Первая буква, первый знак ряда на МА это непосредственно, естественно, буква МА. Об этом мы с вами уже помним. Давайте посмотрим, как пишется эта буква. Она состоит из двух горизонтальных черт, который протыкается третьей чертой. Она немножко похожа на, ну немножко очень сильно похожа на правую часть знака ХО, но в отличие от него третья черта протыкает обе черты. Если ХО мы писали вот из этой точки, то МА мы пишем сверху. Обратите на это внимание, это нужно учитывать, чтобы у вас ХО не походил на МА, а МА не походил на ХО. А мы идем дальше и следующая буква это знак МИ. Красивый, но чтобы он получился действительно красивый, нам придется немножко постараться. Он пишется в две черты. Мы начинаем как будто вот единичка, которая решила потом перейти в петельку и уйти вправо. Потом наша рука как бы мысленно, то есть мы отрываем ручку от бумаги, совершаем некий такой круг и ставим вторую черту. Еще разочек показываю. здесь мы как бы поставили и прочертили. Попробуйте. Как только мы прописали достаточное количество знаков, они у нас запомнились, мы запомнили, что МА МА, МИ это МИ. Мы закрепляем наши знания и прописываем следующие слова. МА-ТА. Опять снова. ИМА сейчас. МИ-МИ. Вот слово, которое состоит из двух букв МИ. МИ-МИ. УХА. И МИ-ЧИ. ДОРОГА. Нам помогают те знаки, которые мы выучили до этого. И мы их закрепляем. И все большее и большее количество слов теперь мы можем написать. Давайте проверим, что у вас получилось. МА-ТА. ИМА. МИ-МИ. МИ-ЧИ. Следующий знак это буква МУ. Начинаем как обычно. Горизонтальная. Вертикальная. Тут мы как будто вспомнили, что нам же нужно сделать еще вот эту петельку. Мы отклонились, но потом вернулись на ту же самую черточку. Выписали. И вот здесь мы как бы оторвали ручку от бумаги, но наша рука стремится добраться до петельки. Если вы будете вот так вести ручку, у вас получится буква правильная. Еще раз смотрим. Раз. Два. В принципе здесь можно не отрывать руку, если такая манера написания. И как бы три. Ну, раз. Два. Три. Это буква МУ. Следующий знак. Знак МЕ. Если вы были внимательны и хорошо закрепили предыдущие буквы, вы скажете им, где-то мы это уже видели, как минимум. А еще лучше вы скажете, это очень что-то похожее на НУ. Все верно. Абсолютно верно. Начинается буква писаться так же, как буква НУ, но в отличие от нее она не заканчивается петелькой, а заканчивается плоско. Но, как бы, правила написания те же самые. То есть, вот эти, она лежит на одной черте, да, на одной черте. И вот эта черта как бы разделяет нашу петельку примерно на две равные части. Если, ну, вам до этого удавалось, я уверена, что удастся МЕ. Единственное, я хотела бы сказать, не надо вот ее вверх сюда уводить. Она как бы плоско заканчивается вот здесь, да, то есть вверх никуда не уйдет. И старайтесь, чтобы она и вниз вот сюда не уходила, будет по меньшей мере некрасиво. Закрепляем. Пишем следующие слова. Муши – муха. Мамуши – гадюка. МЕ – глаз. И уме – слива. Получилось? Давайте проверим. Муши – муха. Мамуши – гадюка. МЕ – уме. Уверена, что все у вас получилось. И последний знак ряда на МА – это буква МО. Давайте посмотрим, как мы ее будем писать. Опять, как и в МА, две горизонтальные черточки, но они поуже. Вообще она такая более вытянутая, более такая стройная буква, я бы так сказала. И потом третьей чертой, такой мягкой. То есть мы не выписываем здесь особо ничего, да? Мы такой мягкий такой крючочек. И вот в это вот удолжение, значит, линия такая как бы не дописывается прямо до конца, немножко брошенная. Но если брошенность, вот эта легкость не получается, пишите до конца, будет лучше, чем будут какие-то такие хвосты некрасивые. Это буква МО. Пишется легко, запоминается тоже достаточно просто. Надеюсь, что все у нас получилось, все у вас получилось. Тренируемся, закрепляем и потом закрепляем на конкретных словах. Давайте попробуем написать. МОМО. Персик. ОМОИ. Сразу определить, что это прилагательное. Тяжелый. СУМО. Ну, СУМО и по-русски у нас СУМО. Это название одного из традиционных видов спорта в Японии. Проверяем. МОМО. ОМОИ. СУМО. И последний этап родиного материала. Вы прочитываете следующие слова. А потом проверяете правильность вашего чтения вместе со мной. Готовы? СУМИ. МОШИ. МАНЕКУ. НУСУМУ. МАМЕ. МУКАУ. УМИ. МУКАШИ. Поздравляю! Мы освоили еще один ряд ХИРАГАНЫ. Нам осталось освоить еще один полный ряд. Ряд НОРА. И выучить едевые гласные, букву ВА и Н. По сравнению с тем, что мы уже прошли, осталось совсем-совсем не так много. До скорого!